Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в сопровождении своего неизменного оруженосца министра иностранных дел Петера Сьярпа таки прибыл в Москву, где ему оказали всевозможные почести гостей такого уровня представителя страны не только Европейского Союза, но и НАТО в Москве не было более двух лет. Неудивительно, что Путин, который при каждой возможности пинает ногами западные страны и утверждает о том, что Россия выше вас, она культурнее, богаче, духовно и вообще лучше, тем не менее демонстрирует колено преклонения перед странами Запада и при каждой удобной ситуации ровно тоже делают представители так называемой российской элиты, что недавно продемонстрировал, кстати, визит в Москву американского рэпера Е, более известного под именем Канье Уэст, его принимали на уровне мировой, селебритисты всегда бегали за ним, то же самое, кстати, было и с такером Карлсоном, одним словом, проклиная Запад и отказываясь от его достижений в России на самом деле живут чувствами и комплексами второстепенности, и второсортности, что, кстати, сегодня продемонстрировала еще одна новость, российские власти дали указание переснять десятки советских фильмов, чтобы внимание их воспитывали в качестве патриотов, очевидно, пришли к осознанию того, что российские дети, российские подростки не хотят смотреть российские, советские кинематографы, а хотят смотреть по-прежнему голливудское кино, кстати, в российских кинотеатрах активно демонстрируются пиратские фильмы, уже просто без зазрения совести, пиратские ворованные фильмы, на которые охотно идут и российские зрители, и вот для того, чтобы теперь его сманить, российская власть, как пишет Коммерсан, дала указание переснять около 30 советских хип-хо, в числе которых фильм Иван Грозный Эйзенштейна, снятый, внимание, в 30-х годах, практически 100 лет назад, фильм Михаила Калатозова «Летят журавли», которые снимали 60 лет тому назад, ленты «Война и мир» из той же серии, «Судьба человека», Бондарчука, черно-белый фильм, картина «Как закалялась сталь» Николая Мащенко, «Севастопольские рассказы Льва Толстого», «Матрёнин Дворцел», «Женицын», «Яблочный спас», «Носова», а также игровые фильмы по произведениям Михаила Булгакова, ну это значит, мы помним, «Собачье сердце», да, и тому подобное. На этом фоне визит Орбана, которого принимали в правительственном терминале Внукова-2, именно туда прилетел его самолет, после прилета Орбан разместил в социальной сети «Икс», это бывший твиттер, запись «Миротворческая миссия продолжается», вторая остановка «Москва», его немедленно перевезли в Кремль, не знаю уже как там везли, ну понятно, что с мигалками, наверное там был огромный кортеж, судя по всему, об этом нет информации в прессе, но еще одним знакомом уважения к нему явилось то, что Путин вел переговоры с Орбаном за маленьким столом, сообщается о том, что такой знак внимания демонстрируется, эта протокольная хитрость Кремля используется для переговоров с представителями дружественных стран, для сравнения с президентом Макроном был использован 8-метровый длинный стол, чтобы максимально отдалить Путина от президента Франции, с российской стороны в переговорах кроме Путина участвовал Сергей Лавров, и помощники Путина Юрий Ушаков и Владимир Мединский, с венгерской стороны был Петер Сиярд, министр основных дел, главный советник Орбана по нацбезопасности Марцел Биро, переговоры продолжались около трех часов, также они проходили в режиме тет-а-тет, то есть Путин разговаривал с Орбаном один на один, если помните, когда я подробно разбирал, я говорил, что нужно обращать внимание на вот эти детали, детали, которые формируют общую картину, детали крайне важны, я как раз акцентировал, в каком составе будут проходить, если в расширенном составе, это один формат, если в узком один на один, второй формат, если будет подход и совместное заявление, я сказал, что часто бывает так, что стороны, демонстрируя отдаленность, не выходят совместно к прессе, выходят по отдельности, или вообще не выходят, в данном случае они вышли вместе, и это должно было демонстрировать единение позиций, Москвы и Будапешта, напомню, с 1 июля, Венгрия председательствует в ЕС, и что делает экстремист Орбан, который, в принципе, по всем писанным и неписанным законам, обязан формировать свою политику, и согласовывать ее с другими странами, тем более он председатель в Европейском Союзе. Европейский Союз, это не только права, но и обязанности, и сделано это в том числе для того, чтобы координировать свою политику, не только в экономической сфере, но и в сфере дипломатической внешней. И поэтому, например, невозможно себе представить, что, например, премьер-министр Финляндии сделает комментарии комплементарные в отношении Северной Кореи, а, например, там, премьер-министр Испании не может сделать какой-либо комплимент в адрес Ирана. Ну, скажут, например, что мы поддерживаем Иран, там, его в войне с Израилем, ну, то есть это абсолютно исключено, это не то, что не укладится в голове, это невозможно юридически. Все эти страны, они обязались, подписывая все общие документы, согласовывать всю свою политику внутри Европейского Союза друг с другом. И что мы видим? Страна, на которую накладываются двойные обязательства, поскольку она не просто член ЕС и НАТО, НАТО в том числе, она еще и председатель есть, то есть это накладывает на Орбана еще большие обязательства. Он приезжает в Москву, встречается с Путиным, как лидер страны ЕС и Европейского Союза, и это все не согласовано с лидерами Европейского Союза. Естественно, публично они не могли промолчать, поэтому мы видим и заявление, и Жозеппо Боррелли, уходящего главы Европейской дипломатии, напомню, его заменит эстонка Кая Кала в ближайшее время. Он заявил о том, что Орбан в Москве не представлял интерес Европейского Союза, его визит относится исключительно к двусторонним отношениям в Венгрии и России. Это на дипломатическом языке говорит, что Боррелли отхлестал. То есть он заявил практически, что это частная лавочка, это частная инициатива, и мы от нее полностью открещиваемся, никакого отношения к ней не имеют. Но в то же время эта ремарка, это по сути публичная пощечина Орбану. Он говорит о том, что он не просто не представляет Европейский Союз, он взбесил Европейский Союз, поскольку сделал заявление о том, что это двустороннее отношение, это фактически выставить Орбана и Венгрию за дверь. Ну, не в прямом смысле, а фигурально. Глава Евросоюза Шаром Мишель заявил, что Венгрия как страна, вот то, о чем я говорил, председатель ЕС, не имеет мандата на взаимодействие с Россией от имени Евросоюза. Россия агрессор, Украина жертва, четко определил Европейский Совет. Ушула фон дер Ляйен, которая остается на второй срок как представитель Еврокомиссии, заявил о том, что никакие уступки Путина не остановят, Украине нужен справедливый и прочный мир, а представитель Еврокомиссии ее подчиненный Эрик Мамер вообще заявил, что визит Орбана подрывает единство Европейского Союза. Вот оно как. Ну и уже так забивая гвоздь, как говорится, в гроб Орбана, Йенс Толтенберг, генеральный секретарь НАТО, уходящий, которого заменит Марк Рюте, заявил о том, что Орбан представляет свою страну, а не НАТО. Он заявил о том, что Орбан проинформировал нас о своей поездке, но тем не менее, я ожидаю, что когда Орбан будет до следующей недели в Вашингтоне, на саммите НАТО с 9 по 11 июля, будет возможность поговорить о том, что он обсудил в Москве. То есть, это вдумайтесь, он даже не обсудил ни повестку своего предстоящего визита, ни то, что он собирается там обсуждать, и наконец, до чего он с ним договорился. Ну и Туск, представитель Восточного блока в ЕС, страны крупнейшей, представляющей Центральную Восточную Европу, заявил о том, что Орбан по сути инструмент. Вопрос в чем? В том, в чьих руках находится этот инструмент. Все это говорит о том, что Орбан действовал исключительно руководствуясь собственной повесткой, которую я подробно разбирал в своем предыдущем блоге, объясняя, чем вызвано это, вызвано его шатким и международным, и внутренним положением после последних выборов в Европарламент, то, что его подпирает партия его бывшая одна партийца Петера Мадера, и о том, что он находится на, скажем так, роли паре в отношениях и с Соединенными Штатами, и с Брюсселем, то есть он находится в очень сложной ситуации, и в этой ситуации он пытается торговать статусом посредника. Напомню, посредник это та страна, которая имеет бандат от обеих стран, участвующих в войне. В данном случае от Украины и от России. Такого мандата, естественно, никто Орбана не выписывал. Теперь понятно смысл его визита к Зеленскому, то есть он ехал с неким предложением, а это предложение заключается в одностороннем прекращении огня, и Орбан именно об этом спрашивал Путина, он заявил, что нужно найти кратчайший способ прекратить войну в Украине, ну и Путин посетовал, что, дескать, торговля падает между Россией и Венгрией, нам бы хотелось наоборот, он также говорил о том, что необходимо пересмотреть подходы, существующие, в том числе в отношениях между Москвой и Будапештом, а также другими странами Запада. Ну и ритуальная фраза, естественно, о том, что Запад нас обманывает, в очередной раз, мы никому не верим, и тому подобное, ну а в очередной раз Путин снова сказал, что переговором я в принципе, в принципе готов. Из Киева Орбану ответили, что переговоры об Украине без самой Украины совершенно лишены любого смысла, и все дальнейшие переговоры должны строиться на основании формулы мира, которая была предложена президентом Владимиром Зеленским. Все это говорит нам о том, что Орбан представляет здесь не столько Европейский Союз, сколько лично себя, а также тех лидеров Запада, включая бывшего президента Дональда Трампа, а также теперь уже очевидно побеждающую на выборах, пока еще не победившую второй тур будет ближайшее воскресенье 7 июля, партию национального согласия Марин Лепен, которая сегодня кстати дала обширное интервью с CNN. Я ознакомился очень большой материал, одним словом она там успела раскритиковать и Макрона сказала, что в любом случае будут пересмотрены объемы помощи Украины, будет запрещено бить французским оружием по территории России, я не сказал, что мы не хотим быть стороной конфликта, то есть прощай Скальпе, прощай Цезаре, французские САУ, также она заявила о том, что мы запретим отправлять французские войска в Украину, они еще не отправлены, но Марин Лепен уже пообещала, что если президент будет за отправку, а министр будет против, никто никуда ГИОСК отправлять не будет, поскольку последнее слово будет за премьер-министром. С нынешним премьером Габриэлем Атаром конечно таких проблем у Макрона нет, а что будет, если победит представитель партии Лепен, уже в принципе понятно. Кстати, между интервалом, между первым и вторым туром очень многие известные французы, в первую очередь, скажем так, французы во втором и третьем поколении, как звезда французской сборной номер один Бапе, они уже призвали мобилизоваться всех избирателей, прийти обязательно на выборы и не дать совершиться право радикальному реваншу партии на согласии. Кстати, Бапе икона французского мирового футбола, перешедшая недавно из ПСЖ в Реал, и который ведет свою сборную к финалу Евро-2024, после того, когда туда уже вылетела Германия после матча с Испанией, очевидно, что в финал могут с наибольшей вероятностью пройти сборная, это я уже так отвлекаюсь, уже извините, как футбольные болельщики, скорее всего, выйдут сборная Англии и Франции, ну, мне так кажется, по крайней мере, хотелось бы, наверное, такого финала, как оно будет, посмотрим, так вот, Марин Лепен держалась рядом Бапе, сказала, что ему лучше вообще не лезть и не комментировать политику, как это так, то есть, как это, она еще не пришла к власти, она уже затыкает рот французам, своим согряженным, тем, в первую очередь, кто не согласны с ее личным выбором и ее личной политической позиции, вот оно как. Один словом, вот именно на таких вот лидеров, здесь еще можно добавить альтернативу для Германии, партию, также имеющиеся не самые высокие рейтинги, а также победителей парламентских выборов в Великобритании, там разгромили консерваторов, самый худший результат показала партия консерваторов с момента создания в 1834 году, это худший результат за 190 лет и разгромили лейбористы, никто пока не знает, как изменится их политика, в том числе внешне, но есть такие определенные пессимистичные ожидания, осторожные в отношении того, что будет пересмотр относительно помощи, возможно, и Украине, дай бог эти опасения не оправдаются, но вот все эти голоса критические пытаются объединить сейчас и на них сыграть Орбан, то есть он поехал не просто так, он поехал на опережение и вот этот интервал между первым и вторым туром французских выборов четко нам сигнализирует, что здесь еще надо искать уши Марин Ле Пен в этой истории, я уже как-то рассказывал, что лично с ней знаком, все время пересекся в здании Европарламента и у меня был неприятный инцидент с ее бодигарнами, которые пытались меня оттеснить, чтобы я ее не снимал и к ней не подходил. Это все было, кстати, когда были парламентские слушания по проблемам оккупированного Крыма, я был одним из докладчиков в Европарламенте, приезжал туда, это было практически ну 9 лет тому назад. Вот такие у нас, друзья, новости, все так это связано, очень сложно между собой, переплетено, и вот этот визит Орбана, это еще раз очень опасный сигнал политического экстремиста, именно так я Орбана называю, который не был согласован с представителем Европейского связа, и НАТО, и это все говорит нам о том, что идет попытка реализации самого худшего сценария для Украины, и этому сценарию необходимо обязательно помешать, поэтому будем внимательно следить за различным развитием событий, это еще визит долго будет нам отхаркиваться, и всех подробностей мы пока не знаем, но уверен, они в ближайшее время просочатся и в западную прессу, и начнутся сливы, в том числе из Кремля, поэтому, друзья, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить важные видео, и знать в конечном итоге, что увез из Москвы премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, подписывайтесь на канал, лайк, ади, шерти, комментируйте трансляцию, рекомендуйте эти видео своим друзьям и знакомым, спасибо всем подписчикам, спасибо всем спонсорам канала, друзья, за вашу поддержку, берегите себя, друзья, слава Украине, слава ЗСУ, слава украинскому спецназу, с вами был майор украинской армии Транс Березовец, друзья, до новых встреч, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok